ПЕСНЯ Меня зовут Анна Чапна. И я начинаю расследование. Из-под тернулзенца полились стройки крови. Невероятных явлений, которым нет объяснения. Чудо – это закономерность. Как объяснить одно из главных христианских чудес? Маленькая-маленькая-маленькая слезинка ползает по иконке. Почему иконы мироточат перед крупными катастрофами? Как предупреждение, как знамение. Уникальный эксперимент программы. Что покажет хроматографический анализ драгоценного мира? Мы можем утверждать, что это совсем другое вещество. Тайны самого закрытого церковного департамента. Без всякого сомнения, там была еще и какая-то фальсификация. Как работает знаменитая комиссия по чудесам? Мы решили заняться этим с лупой и с приборами. Что и почему от нас скрывают? Было очень сильное извлечение. И на какие материалы церковь ставит гриф «Секретно». Правдоподобно выглядит. Я раскрою все тайны. Мироточение – это чудесное появление на иконах особого масла, которое называют «мира». Принято считать, что иконы мироточат не к добру. Самый знаменитый случай мироточения произошел в день отречения Николая II от престола. Во многих храмах иконы заплакали кровавыми слезами. В ночь на 11 сентября 2001 года, накануне страшных терактов США, в храме гроба Господня в Иерусалиме покрылась кровавыми слезами эта знаменитая чудотворная икона – возложение тернового венца. За день до взрыва в Кузбасской шахте Ульяновская, где погибли более 140 человек, в Новошахтинской церкви замироточила икона Божьей Матери Адигитрия. 28 августа 2004 года огромными слезами заплакала Иверская Моздокская икона Божьей Матери. Через три дня террористы захватили школу в городе Беслан. Погибли более 300 человек, из которых 200 были детьми. Уникальное явление, неоднократно наблюдаемое очевидцами. Иконы мира точат накануне крупных катастроф с человеческими жертвами. Как это объяснить? Как предупреждение, как знамение. Город Кизляр, Дагестан, православный монастырь. Это уникальная фотография, свидетельство чуда. Стала вся розовая хитона, Матери Божьей. И вот такие вот выступили, как пятна крови. А была черно-белая, вот как одежда у Иисуса. Такие черно-белая фотография была. Смотрите, на этом снимке Иверской Моздокской иконы Божьей Матери действительно выступили кровавые пятна. Они появились 23 сентября 2009 года. За день до того, как в Махачкале подорвал себя террорист-смертник. Стало потом проявляться еще чуть-чуть такое ярче. Но сразу не такой был яркий цвет. Чуть-чуть ярче, особенно капли крови. Такое чудо Матерь Божья нам показала. Спустя несколько дней в том же монастыре начала мироточить икона Ксении Петербургской. Матерь Божья нам показывает, чтобы мир был между вами, для этого нужно покаяние. Репортер Кирилл Малахов увидел это своими глазами. В храме девяти физических мучеников в центре Москвы мироточат 10 икон. В том числе образа святителя Николая и мученика Трифона. Вот обыкновенная ДСП, а вот школьная парта. И каким образом здесь поступает... Вот тут видно, маленькая-маленькая-маленькая срезинка ползает по иконке. И мироточение наблюдалось и перед Великой Отечественной войной. Комментарии нужны еще? Эта знаменитая икона умягчения злых сердец объехала весь мир. Сейчас она хранится в частных руках в домашнем храме в Подмосковье. Чудный, чудный запах. Вы слышите запах? Посмотрите-ка, сколько здесь. Вот, идите сюда, посмотрите. Хозяйка иконы, москвичка Маргарита Воробьева, рассказывает, в конце 90-х купила этот образ самой обычной церковной лавки. Однажды утром подошла помолиться и с ужасом увидела. По лику Богородицы текут кровавые слезы. В этот день пахло кровью. Не было запаха. А было такое ощущение, что ты находишься в операционной. В тот день в Баренцевом море затонула подводная лодка курса. Это вот первое было. Потом уже обильные такие капли появлялись. Это было связано с Нортостом, с Бесланом. Со взрывами в Москве, помните, тогда были взрывы. Маргарита вызывала к иконе специальную комиссию. Эксперты признали. Это самое настоящее чудо, не имеющее объяснение. Ну, мы просто, когда уходили, то у нас руки-ноги тряслись. Даже когда видишь чудо, ты не понимаешь, из-за чего. Последнее время икона мироточит особенно сильно. Маргарите Воробьевой и ее мужу Сергею Фомину не раз предлагали отдать ее на хранение в монастырь. Да даже не обсуждается о передаче, кому-то, чего-то. Зачем вы свои вещи, то, что вам дорого, вы кому-то отдадите? Нет, наверное. Но что же происходит с иконой с материальной точки зрения? Откуда берется на ней эта густая маслянистая жидкость? И что это такое? Из ничего, здесь есть где-то какая-то энергия, которая превращается в вещество. По просьбе нашей съемочной группы, хозяева иконы соглашаются на уникальный эксперимент. Мы возьмем пробы мира и отнесем их на анализ в независимую лабораторию. Для чистоты эксперимента мы приготовили пять пробирок. Драгоценная мира лишь в одной из них. В этой оливковое масло, здесь подсолнечное, здесь ароматическое, а это детское масло для массажа. Эксперты должны сравнить пять образцов, не зная, что именно они сравнивают. Им предстоит выяснить, в какой из пробирок находится святое мира, и самое главное, что входит в его состав. Как работает самый закрытый церковный департамент, комиссия по исследованию чудес? Это закрытый военный город, и попасть сюда крайне тяжело. Какие материалы церковь хранит под грифом «Секретно»? Опытные батюшки очень не любят чудеса. Что такое чудо от дьявола? Покрепил эту икону святой водой, и Блугухайн тут же прекратился. И что от нас скрывают? Было очень сильное извлечение. Огромное, типа шара. Я раскрою все тайны. За последнее время количество так называемых чудес резко увеличилось. Сегодня не менее миллиона человек уверены, они видели чудо. Коллеги, что вы об этом думаете? Да я могу более впечатляющее чудо сделать. Я не стал бы, не разобравшись, делать поспешные выводы. Свидетели многих чудес действительно могут заблуждаться. Обычная жительница города Клина Валентина Жучкова так намолила свою квартиру, что в ней все замироточило. Чтобы получить хоть каплю чудесного масла, к ней стояли огромные очереди. Вы видите, что на этой иконочке вот сегодня глазки приоткрыты. Вы видите, немножко подольше. На той совсем закрыты. А вот на этой иконочке она очень широко открывала дважды глаза. Это не церковная лавка, как можно было подумать. Обычная спальня в трехкомнатной квартире целиком заставлена иконами. Чудеса здесь происходят каждый день. Те раночки, они все были зияющие, открытые. Сейчас мы видим свечение плеча. Самое удивительное, посмотрите, глазик Господа появился. А эта икона начала кровоточить в тот день, когда пираты захватили в заложники моряков судна Фаина. Из-под тернового белца полились струйки крови. Но самое удивительное, что происходит в этой комнате, это обильное мироточение всех, без исключения икон. Между прочим, это все можно вам внутрь потреблять. Я по капельке прям каждое утро встаю, на ладошку помолюсь. Городок Клин-9, где живет Валентина Жучкова, превратился в центр паломничества. Со всей страны сюда ехали люди, чтобы увидеть настоящее чудо. Это закрытый военный город, и попасть сюда крайне тяжело. Но еще не так давно это место буквально осаждали паломники со всего мира. Вот в этой стандартной пятиэтажке якобы и случилось чудо. Говорят, что чуть ли не до самого КПП из дома Валентины Жучковой доносился сладостный, необъяснимый аромат. Одна иконка пахнет земляникой. Вот это ж невозможно ее взять и нам подрить земляникой. Правильно, зимой. А вторая пахнет ромашкой. Это пахли заплакавшие вдруг иконы. Ни одна или две. В доме Валентины Жучковой мироточил целый иконостас. Вот у меня, например, всегда было такое внутреннее ощущение, что будешь как в царстве небесное. У квартиры бывшей воспитательницы детского сада люди дежурили днем и ночью. Прием велся по графику. Здесь парковались такие машины, что мама не горюла. И даже иногда нельзя было в квартиру попасть. Прям толпы стояли. Да, толпы стояли. Да, вы не представляете. Там же три ряда вот там стоял народ. Три ряда вот здесь? Да, да. Вы знаете, сколько народ приезжало? Всем паломникам Валентина Жучкова выдавала мира, разливая его в пузырьки и баночки. Желающих были сотни. Вы видели, что мироточили иконы? Да. Они мироточили как-то мелкие капельки или прям вот обильные какие-то потоки. Вы знаете, в зависимости от иконы, вот есть икона одна, на ней меленькие капельки. Есть икона другая, у нее только вот из Божья-Матери. У нее только из одного глазика. Вот как я не приду, вот из левого глазика кап, кап, кап. И вдруг все кончилось, иконы мироточить перестали. А Валентина Жучкова уехала из города, причем так поспешно, что это скорее напоминало бегство. По всей видимости, эта квартира наглухо заперта. Что произошло за этими дверьми и почему хозяйка чуда скрывается от людей? Кому, как не местным священникам, знать, куда подевалось чудо? На нас набросилось, так сказать, вы там все невероящие, вы такие, вы сетите. В Клинском храме рассказывают, драгоценное миро, льющееся с иконой аж бутылками, феномен сколь удивительный, столь и подозрительный. Тем более, что от визита церковной комиссии по чудесам Валентина Жучкова наотрез отказалась. Без всякого сомнения, там была еще и какая-то фальсификация. На мой взгляд, добавлялись ароматизаторы. И, возможно, добавлялось в каком-то количестве и вот этот постный массу куплен в магазинах. В квартире Валентина Жучковой мироточили не только православные иконы. Плакали любые изображения, картины и даже открытки, принесенные в дом. При этом сам процесс мироточения происходил почему-то только в одной комнате. То есть, я так понимаю, что не только в конкретной комнате, только вообще в конкретной комнате, да? А я вам это объясняю, исключительно в конкретном месте, в конкретном где-то спальне и исключительно в присутствии Валентина Михайловна. Банальное мошенничество. Священники уверяют, не все так просто. Этим и точнее наблюдают тысячи людей, в том числе и большинство жителей данного городка. Я знаю одного батюшка, у которого заблугахала икона после Валентина Михайловна, принес ее к себе домой. И он покрапил эту икону святой водой, и Блугахаин тут же прекратился. Вот о чем речь. С одной из кровоточащих икон священники собрали капри жидкости, похожие на кровь, и отнесли их на экспертизу. Результаты всех ошеломили. Там была, во-первых, кровь женщины, в одном случае, в другом, вообще кошмарно, кровь животного. Святые отцы уверены, это чудеса от сатаны. Мы знаем из священного писания, что придется время, когда лукавые будут обманывать людей и с помощью чудес. Евангелие предписывает с осторожностью относиться к чудесам. Слишком велик риск искушения. К тому же церковь считает, что чудеса обычно появляются там, где маловато вера. Смотрите через несколько секунд. Классификация чудес в реестрах самого закрытого церковного департамента. Господь Бог не фокусен, чтобы по заказу зайчиков из цилиндра доставать. Какие материалы церковь хранит под грифом «Секретно». Вот написано изображение матери чудотворного образа. И как отличить чудеса веры от чудес бизнеса. Это просто поворачивает руку вот таким движением, и у него появляется некий предмет. Сразу после короткой рекламы на РЕН-ТВ. Я раскрою все тайны. Первое издание истории государства российского Карамзина. Цитирую. В 1703 году во время строительства Петербурга пронесся слух, что в Троицкой церкви образ Богоматери проливает слезы, что ждут многие несчастья в будущую столицу. Разгневанный Петр I повелел доставить икону к нему. Император обнаружил. В доске напротив глаз образа сделаны небольшие углубления, а в них густое масло. От горящих свечей масло таяло и сочилось. Закончилось все государственным указом. Приказываю, чтобы Богородицы отныне не плакали. Как объяснить мироточение с материальной точки зрения? Может быть, это результат биохимических реакций в иконной доске? Или в слое краски? Иконописец Павел Бусалаев объясняет технологию. Иконы делают из липовой доски, сверху паволока, затем грунт из клея и мела, затем краски. Поскольку они ядовиты, в отличие от живописи, мы не любим облизывать кисти. Единственное маслянистое вещество, которое добавляют – олифа. Но олифа быстро сохнет, говорит мастер. И не может разогреться и потечь по поверхности образа, даже при высокой температуре. Так что версию биохимических реакций приходится исключить. Павел Бусалаев подтверждает – естественных причин для мироточения нет. Современная иконопись, она чудотворит, и это нормально. Кажется, я нашел способ, как можно сфальсифицировать это чудо. Роману Лутошкину, как всегда, не понадобятся супертехнологии. Создать псевдочудо может каждый. К доске клеятся мельчайшие кристаллики обычной поваренной соли. Соль не только растворяется в воде, но и прекрасно ее впитывает. Лучше, если эта доска побудет несколько часов, а то и даже дней во влажном помещении. Способность кристаллов соли удерживать воду прямо пропорциональна влажности воздуха. А значит, при внесении в сухую комнату соль начинает очень быстро влагу терять. Обратите внимание, вот на доске проступают капли. Одна, вторая, третья. Это выглядит как чудо. На ваших глазах на доске появляются капли жидкости. На самом деле, соль просто выделила влагу. Способ настолько прост, что трудно даже предположить, сколько денег он принес шарлатанам. Не все так просто. Таких умельцев, как Роман, легко разоблачить. Существует специальная комиссия по чудесам, которая расследует каждый случай и выясняет, рукотворный он или сверхъестественный. И не все чудеса она признает. Но есть такие явления, которые ученые не могут объяснить. Церковь считает, что не обо всех чудесах людям нужно знать. Я слышала, на некоторые случаи накладывают грит секретно. Кирилл Малахов разбирался, почему скрывают чудеса. Летающие иконы, кресты в небе, мироточащие портреты знаменитостей. За последние 10 лет в Московскую Патриархию поступило столько заявлений о чудесах, сколько не наберется по всем летописям за всю предыдущую историю России. Видя вот такое обилие событий, мы решили заняться этим с лупой и с прибором. В эту комиссию помимо священников вошли химики, биологи и физики. Павел Флоренский вспоминает один из первых случаев. Бумажный плакат с Богородицей, и кровь течет по нему. Ну вот, мы привезли туда криминалиста. Просто положить намазан на это. Александр Московский, физик-эксперт комиссии по чудесам. Он исследовал мира от этой чудотворной иконы из храма девяти кисических мучеников. И пришел к неожиданным выводам. Очень похоже на растительное масло. На подсолнечное? Я сказал растительное. Может быть, это подсолнечное масло. По составу похоже. Павел Флоренский объясняет. Ветхозаветное миро и должно содержать в своей основе высококонцентрированное оливковое масло. Вопрос в том, откуда это мир взялось. А почему бы из иконы не иссякать масло? Это не значит, что это не чудо. На вопрос о том, где можно ознакомиться с полным реестром официально признанных чудес, работники комиссии отвечают уклончиво. Дескать, не о всяком чуде людям полезно знать. Самые знаменитые библейские чудеса, которые никто не смог повторить. Хождение по воде и воскрешение людей. Хотя некоторые утверждают, что им и это по плечу. Индус Саи Баба творит невозможное. Он материализует различные предметы прямо из воздуха. И делает это у всех на виду. Саи Баба – не настоящее имя этого человека. На самом деле его зовут Сатья Нарьяну Раджу. Мальчику было 14, когда он объявил себя реинкарнацией известного в Индии святого. И сказал, теперь Саи Баба – это я. А еще через 10 лет он собрал сотни последователей и открыл свой ашрам. Это кадры из фильма, снятого по заказу благотворительного фонда Саи Бабы. Знаменитый ритуал гуру – отрыгивание лингама. Священный атрибут бога Шивы действительно появляется как будто ниоткуда. Профессиональный иллюзионист Роман Лутошкин, известный своим скептическим взглядом на такие вещи, утверждает – это простой фокус. Я могу делать фокусы не хуже Саи Бабы. Для этого мне понадобится платок и лягушка в роли лингама. Достаточно всего лишь положить в платок нужную вещь, а затем притвориться, что вытираешь рот. Готово. О, вот мы и явили чудо. Все верующие в экстазе. Однако поклонники Саи Бабы свято верят в сверхъестественные способности своего гуру. Наталья из Москвы жила в его ашраме несколько недель и своими глазами видела такое. Саи Баба просто поворачивает руку вот таким движением, и у него появляется некий предмет, какой он может, допустим, золотое кольцо или, допустим, с бриллиантами, с сафирами или еще какими-то с камнями. Он это может. Однако Роман Лутошкин готов точно так же извлекать предметы из воздуха. Появление драгоценностей – любимый номер многих фокусников, в том числе и мой. Для этого нам потребуются две пустые абсолютно руки. В рукавах ничего не должно быть, и нужно дунуть, как в детстве. И у нас в руке появляется кольцо. Кольцо с бриллиантами, прям как у Саи Бабы. Секрет этого фокуса прост. Прежде чем начать демонстрацию чуда, Роман опускает кольцо в складку рукава. После демонстрации пустых рук он закатывает рукава, и кольцо вновь оказывается у него в ладони. Никакой магии. Чудеса с материализацией предметов у Саи Бабы крайне подозрительны. Так или иначе, но через Ашрам Саи Бабы ежегодно проходят тысячи туристов. И каждый может получить чудо по приемлемой цене. Там свободно можно купить в любом магазине на территории Ашрама. Бибхути – это так называемый священный пепел. Главное чудо Саи Бабы. В его руках он появляется будто из воздуха. Последователи Саи Бабы уверены – порошок лечебный. Его добавляют в пищу и втирают в кожу. Наталья рассказывает, после поездки в Индию, священный пепел материализуется и в ее московской квартире. Вот обратите внимание, фотография с вами, портрет, весь обсыпанный вибхути. Вот этот некий пепел, который оседает. Интересно, что точно такой же летучий пепел возникает при использовании обычных ароматических палочек. Он оседает там, где накапливается статическое электричество. Например, набережно протираемый платочком фотографии кумира. Как объяснить эти кадры? Все люди показывали вверх, что было очень сильное извлечение. Кого исцеляет святая вода? На коленях молилась, и она мне услышала. Кому молиться, когда надежды больше нет? Не отбирай их. Не отбирай их. У них мама. И как продвигается исследование святого мира, взятого от знаменитой чудотворной иконы? А что, это совсем другое вещество? Я раскрою все тайны. Крест с распятым Христом в небе. Называются два места, где это видели. Липецкая и Костромская области. Кирилл Малахов выяснял, что это чудо или чудеса техники. Это кадры любительской съемки. Огромный крест на небе появился 1 августа 2007 года над городом Елец. Через 12 дней был взорван и сошел с рельс поезд «Невский экспресс». А этот небесный крест видели в августе 2008 года, в дни войны в Южной Осетии. Правдоподобно выглядит, особенно когда камера наезжает и отъезжает, он, соответственно, двигается. Но если присмотреться, заметно, что когда камера трясется, то крест трясется немножко по-другому. Достаточно хорошо вставленный на компьютере, наисловный крест. Дмитрий Тыкаяков – профессионал в области компьютерной графики. Один из создателей спецэффектов для картины «Дневной дозор». Было сделано очень много элементов, придающих правдоподобность. И потом все это было совмещено с реальной съемкой города. Но даже он признает – крест, ставший предвестником крушения «Невского экспресса», нарисовать невозможно. У него нет четкой формы, он сложно устроен. Очень хорошо движется вместе с камерой. Возможно, это некое природное действительное явление или даже чудо. Неужели это настоящее чудо? Мы показали эти кадры метеорологам. Объемность этому изображению создает вот это дополнительное рассеивание солнечных лучей. В атмосфере она образовала верхнюю часть этого креста. Ну, вот что-то типа вот миража. Ведущий специалист Центра погоды Владимир Заводченков считает, это вполне может быть атмосферным явлением. Солнечный луч, попадая в атмосферу, отражается от мелких кристалликов льда, из которых состоят облака. Никаких таких вот возвышенных эффектов, собственно говоря, нет. А это видео прислал к нам в редакцию человек, называющий себя «вольным стрелком». Он занимается экспертизой подобных явлений. Если к светильнику приделать кусочек бумажки с вырезанным крестом, то мы получаем крест с двойной перекладиной. Подобное явление мы наблюдаем и на ролике. Все это похоже на обычный блик на стекле от источника света, находящегося за оператором. А вот еще одно уникальное видео. По улице Москвы шествует призрак. Страшно? Мне очень. И кажется, на пользователей сети оно тоже произвело впечатление. 1356 откликов. Иллюзионист Роман Лутошнин знает наверняка, это не настоящий призрак. Покаюсь перед всем интернет-сообществом. Это видео я сделал сам. Для этого мне потребовалось простая белая хламида, видеокамера и компьютер. Роману понадобилось всего 30 минут, чтобы снять эти кадры, наложить несколько простых компьютерных эффектов и выложить видео в сеть. Желание чуда заставляет людей верить в любые подделки. Точно известно об одном знамении, которое перевернуло весь ход мировой истории. Римский император Константин в 324 году объявил христианство государственной религией. Он сделал это, увидев в небе яркий крест. Это стало последним и решающим доводом. Эти кадры зафиксировала любительская камера. В небе, в ореоле света, несколько минут парила икона. Чудо видели сотни верующих. Обратите внимание, это не монтаж. Камера ни на секунду не останавливает запись. Проходил крестный ход. Мы присутствовали на Красной площади. И все люди показывали веру, что было очень сильное святение. Чудо произошло во время крестного хода с курской чудотворной иконой знамени. Список с древнейшей святыни 13 века. Ни от одного человека не услышал, что кому-то на просьбу перед этим образом не было ответа. Вот те самые костыли, на которых и при помощи которых прошло все мое детство. Священник Кирилл Мадекин с детства страдал болезнью Пертоса, неизлечимым заболеванием костей. Это удостоверение подтверждает о том, что я являюсь инвалидом детства. Будучи подростком, Кирилл мог передвигаться только на костылях. Врачи говорили, что вскоре он вообще перестанет ходить. Родителям оставалось надеяться только на чудо. Это уникальные фотографии. Превозмогая боль, Кирилл прошел крестным ходом под чудотворной иконой 7 километров. А на следующий день начал ходить без костылей. Врач, посмотрев рентген снимок, сказал, что, вероятно, ошиблись те люди, которые делали этот снимок. И, возможно, что-то другое, просто с кем-то перепутали. Кирилл принял решение стать священником. В сентябре 2005 года чудотворную икону похитили из Центрального собора Курска. Я разговаривал со многими людьми в этот период, и для каждого из них это отзывалось болью в душе. Икона исчезла накануне ежегодного крестного хода с чудотворной. Недобрый знак. В церкви на месте преступления работали лучшие криминалисты. Взяли на анализ капли пота с перчаток, которые обронил вор. И обнаружили соответствие в базе ДНК. Икону выкрал беглый заключенный, бывший сторож храма. Вот тот самый человек. Никаких обстоятельств взяли икону в курс. Украли. Сколько вам денег заплатили за эту икону? 1700. 1700 что? Доллара. На этих документальных кадрах развязка истории. Этот человек только что купил чудотворную икону в одном из московских ломбардов. За 2000 долларов. Когда выяснилось, что икона краденая, согласился выдать ее оперативникам. Я готов сотрудничать. Восстановление. Я готов добровольно на основании восстановления этого выдать икону, которую я приобрел. Поиски курской иконы продолжались ровно 40 дней. Нашли ее за три дня до крестного хода. Тогда чья-то любительская камера и зафиксировала кадры чуда. Все смотрели вверх и такой был шар. Такой свет яркий. Звезда так не светит. В Курске и сейчас можно увидеть настоящее знамение. Потому что именно так символично называется возвращенная икона. Можно ли объяснить главные христианские чудеса с научной точки зрения? Чудо, которому кажется, нет объяснения. Каждый год на православную Пасху в храме гроба Господня в Иерусалиме снисходит благодатный огонь. Православный патриарх уединяется для молитвы о схождении огня в одной сорочке, чтобы все видели, у него при себе нет спичек или других источников огня. Физик Андрей Волков измерял электромагнит излучения в стенах Иерусалимского храма в момент свершения чуда. Мы зафиксировали всплеск электромагнитного излучения в момент схождения благодатного огня. Произошел достаточно мощный, достаточно интенсивный разряд. Андрей Волков не в состоянии объяснить происходящее с законами физики. Ученый просто разводит руками. Это невероятно. Вот тот обычный фон, который мы фиксировали в храме в течение шести часов. А вот тот сигнал, который мы зафиксировали непосредственно в момент схождения огня. Как видите, размах достаточно большой. Практически в два раза превосходит амплитуда обычного сигнала. Людмила Безбородова из деревни Пышма, что в ста километрах от Екатеринбурга, долгие годы молила Бога о чуде. У ее дочери Лены страшный диагноз – детский церебральный паралич. Невероятно. Но молитвы и ежедневное купание в источнике святой простевы помогли девочке. И вот, знаете, она стала ходить. Вот можете даже посмотреть, как она ходит. Врачи разводят руками. С медицинской точки зрения это необъяснимо. Это двоюродный брат Лены. Он страдал сильным заиканием, но излечился, принимая воду из того же источника. С медицинской точки зрения велика мученица Параске, о, моли Богу, о, нам! Как лечит святая вода? Праздник крещения – особый день для многих людей. Даже неверующие стремятся к любому водоему искупаться или набрать святой воды. Считается, что она помогает от всех болезней. Но так ли это, и что на самом деле происходит в крещении? Крещанский сочельник близится полночь. Но еще с девяти вечера люди выстроились в очередь, чтобы успеть окунуться в святую воду. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Это единственный день в году, когда любой желающий может смыть свои грехи. Для этого достаточно прыгнуть в прорубь. Я попробую. Может ли наука объяснить, что происходит с водой в праздник крещения? Петербургский инженер-электрофизик Ангелина Малаховская исследовала святую воду и пришла к сенсационным выводам. Поднимается оптическая плотность воды только с 18-го вечера, с 19-го и еще несколько дней. Водопроводная вода становится такой же по параметрам, которые обеспечивают и хранение хоть тысячу лет. Они могут неожиданно возникать на стене, на стекле или на ткани. Я имею в виду лики. Это церковное чудо – огромная редкость. Самая известная реликвия – Туринская плащаница. Многие верующие убеждены – на ней подлинный отпечаток лика Христа. Какая нужна энергия, чтобы создавать такие изображения? Здесь снега навело, как будто специально, чтобы мы сюда не добрались. Вот он, храм преображения Господня. Здесь на стекле оклада иконы появилось отчетливое изображение образа Казанской Божьей Матери. И я хочу увидеть это своими глазами. Обычный храм в совершенно обычном подмосковном селе. Я не думаю, что здесь много прилежных прихожан. Тем более любопытно, что означает появление чуда в этом месте. Настоятель храма, отец Леонид, подтверждает явление лика. Ох, ну как любое чудо, оно происходит неожиданно. Совершенно нас потрясло. Мы поняли, что мы находимся, мы видим небывалое чудо. То есть в нашем храме совершенно не было чудо. Было ощущение какой-то эйфории, какой-то, ну, так сказать, ну, так трудно передать. Удивительно, образ очень четкий и контрастный. Если бы я увидел это при других обстоятельствах, то подумал бы про искусственную стилизацию, как будто художник нарисовал карандашом на стекле. Но на самом деле кажется, что изображение находится не на поверхности стекла, а как будто внутри стекла. Верующие едут сюда со всей страны, чтобы увидеть чудо. Когда к ней, к этой иконе обращаются, это как подтверждение того чуда, ее чудесного воздействия на нашу жизнь. Как на стекле появился этот образ? При исследовании этих чудес ученые выдвигали разные гипотезы, объясняющие явления с обычной, научной точки зрения. Но опыты и эксперименты привели к сенсационным выводам. Комиссия почти сам исследовала икону. Почему рисует изображение иконы? Причем стекло-то от иконы. Ну, не на таком расстоянии, рядом. И вот это отпечатывают. Вот это мы не понимаем. Физик Николай Мельник произвел спектральный анализ удивительного изображения. Вот это изображение нимба на иконе. Если увеличить разрешение этой картины, то мы видим, что он состоит из какого-то подслоя и разных частичек. Николай выяснил, частицы, образующие лик на стекле, это частицы краски самой иконы. Остальное он объясняет наэлектризованностью. Если стекло постоянно протирать тканью, а это делают часто, чтобы не оставались следы от поцелуев молящихся, возникает электрическое поле. Вот икону. И стеклянный покров. И если в это поле попадет заряженная частичка, то теперь эта частичка будет лететь точно вдоль полей напряженности, электрического поля, и попадать именно сюда. Казалось бы, логичное объяснение. Если бы не одно «но». Ежедневно сотни тысяч верующих по всей стране прикладываются к иконам, а чудесных случаев с удвоением изображения лишь несколько десятков за всю историю церкви. Почему? Рассказана Библия по вере вам и дано Богу. Как исцеляются безнадежно больные. И она меня услышала. Вы представляете? Чудеса, которые творит вера. Он живой. Но пускай он родится. И сенсационные результаты исследования святого мира, взятого от знаменитой чудотворной иконы. Чисто в виде это является маслом. Ясно, что это совсем другое вещество. Сразу после короткой рекламы на РЕН-ТВ. Я раскрою все тайны. В любой религии чудеса – это доводы в пользу Бога. Доказательства его существования. Некоторые истории поражают даже ученых-скептиков. Героиня следующего сюжета оставалось надеяться только на чудо. Задержать, чтобы Николата, мой дети, чтобы можно было платить за квартиру, чтобы можно было бы раздать долги, и отдать добрым людям. Виктория Казакова каждый день молится о хлебе насущном. Работы нет. Денег семье не хватает даже на еду. Я узнала, что, оказывается, есть икона, которая молится об обретении работы. Икону девяти кизических мучеников считают чудотворной. Ей молятся о достатке в семье. Под стеклом – приношение людей, которым она помогла. Батюшки святые, пошлите мне, пошлите мне хорошую работу, с хорошим заработком, с хорошими людьми. Виктория точно знает – чудо возможно. 15 лет назад их семье уже помогла икона. А икона была, оказалось, Теченской Божьей Матери. Это именно та икона, которая на лице родов. Вика ждала ребенка, когда узнала, что у нее опухоль. Врачи были категоричны. Беременность прервется. Ребенок не выживет. Представляете, каково это – носить ребенка, знать, что он там уже живет, маленький, любимый, и знать, что он обречен и может погибнуть в любую минуту, в любой момент. Вот этот ужас, от которого, наверное, можно было сойти с ума. Неверующая и некрещеная. Она случайно зашла в храм. И просто просила, матушка, вот, ну вот он уже есть, он маленький, он живой. Ну, пускай он родится. Когда Вика через месяц пошла на УЗИ, взяла с собой сестру, сама идти побоялась. Я видела выражение лица врача. У нее было такое выражение, что в первый момент, знаете, даже ни я, ни Вика, мы не поняли, что она там увидела. Сказали, что там был испуг, и написано на лице, у нее было изумление. Когда стали спрашивать, что, что там. Она говорит, вы знаете, я очень долго работаю, я много повидала в своей жизни, но до кого я вижу впервые, как будто кто-то руками развел по разные стороны. Знаете, вот опухоль там, а плод там. И они в эту дугу не мешают. На восьмом месяце беременности Вика покрестилась. Я поняла, что нам было подать на чудо. А у нас родился сын, родился мальчик, Янек. Мы у вас хотим родиться. Куда? Да. Точно? Да. Мальчик в два года начал читать, в три знал математику, а в шесть начал учить китайский язык. Горизонтальные черты по-китайски называются хэм. Визиакальные черты по-китайски называются шу. Аэроклифическая точка по-китайски называется Диан. Если человек искренне верит, хочет и действует в соответствии со своими мыслями и чувствами, я считаю, так оно и будет. Чудо, на самом деле, в нашей жизни. Это просто констатация, на самом деле, факт того, что нет ничего случайного. Наталья приехала в Москву в Новоспасский монастырь из Тулы. Она болела раком. Моя работа всю жизнь была связана с тяжелым металлом. Женщина рассказывает, с трудом ходила. Ей было тяжело даже поднять руку для крестного знамения. Я молилась, я плакала, я читала Акафисты, на коленях молилась. И она меня услышала. Вы представляете, было такое время, когда я здесь в храме молилась, мне кажется, она меня слышит. Вот это время она меня слышит. Сейчас, с точки зрения современной медицины, здесь работала вера. Как сказано в Библии, по вере вам и дано было. Это священник Даниил Сысоев. Его зверски убили 20 ноября 2009 года. Отца Даниила застрелили прямо в храме, где он служил. Кадры с места гибели священника обошли все выпуски новостей. Кирилл Русаков был прихожанином осады Нила. Он рассказывает, однажды ночью ехал из Москвы за город. Торопился, опаздывал. При этом был очень уставшим. Глаза слепались. Я потихоньку стал как бы засыпать. Как раз вот в этом месте, где-то вот в этом районе стекла, я увидел такой мило улыбающийся лик отца Даниила Сысоева. Машина потеряла управление и выехала на встречную полосу. В эту секунду заснувшему Кириллу и едился отец Даниил. В этот момент открыл глаза и увидел то, что я еду по встречной полосе, и на меня несется американская фура. Кирилл свернул на обочину, отдохнул и продолжил путь. Проехав не больше километра, он увидел последствия страшной аварии. При повороте на озеро Белое я увидел машину, вверх колесами. В этот момент Кирилл Русаков понял, ему не просто бреснился сон. Отец Даниил действительно явился, чтобы спасти его от гибели. Есть внутри, скажем так, в сердце, а может быть в душе, четкое убеждение, что Бог есть. Сейчас мы узнаем, чем плачут иконы. Что входит в состав мира, который мы передали в лабораторию. Мы провели уникальный эксперимент. Отдали мира с чудотворной иконой умягчения злых сердец в независимую лабораторию. На экспертизу мы передали пять пробирок. Мира, набранная с иконы и четыре обычных масла. Оливковая, подсолнечная, ароматическая и массажная. Эксперты легко нашли пробирку с особенной жидкостью. Можем утверждать, что все пять разные. Есть вот четыре, можно отнести к маслам. Вот пять, один совершенно отличается от всех других по всем нашим показателям. Чисто видеть не является маслом. Ясно, что это совсем другое вещество. Внимание! Святой мир и чудотворной иконы эксперты подвергли хроматографическому анализу. Что входит в состав вещества, появляющегося на иконе из ниоткуда? Эксперты говорят, следов распространенных масел им обнаружить не удалось. Один запах выделялся явно этого туфирового образца. Это был запах, который мы часто чувствуем, когда в церковных помещениях находимся. То есть это запах ладана. Эксперты обнаружили в составе чудотворного мира уникальное вещество. Дигидрокверцетин – основная составляющая смалой лиственницы. Дерево, живущего по 600 лет, коре которого издревле приписывают уникальные исцеляющие свойства. Дигидрокверцетин, его сейчас используют по крайней мере в пяти лекарствах. Где много дигидокверцетина, он сильнейший антиоксидант. Или антиокислитель. Меньше всего в нее лисенец. Впрочем, сам феномен чуда эксперты объяснить по-прежнему не берутся. Однозначного ответа, что такое настоящее чудо, вы так и не получили. Но так ли важно, что за этим стоит – слепая вера или необъяснимое пока физическое явление? Если это спасает хотя бы одну жизнь, это уже чудо. Я Анна Чапман. И мы увидимся ровно через неделю на телеканале РЕН-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова